Цветы, символ весны, олицетворение самого на земле чистого и светлого, воспевались поэтами еще в древности. И слепец тот, говорили они, кто не способен радоваться и удивляться этим волшебным творениям природы. И радоваться и удивляться цветам всегда умели художники. В Древнем Египте колонны храмов делали в виде пучков лотоса или папируса, а капители в форме готовых раскрыться бутонов. Старинные китайские и японские свитки донесли до наших дней живые краски давно истлевших пионов, глициний, лилий. Дань красоте цветов всегда отдавали и мастера восточной миниатюры. Не будь цветом, бесконечно опятнело бы декоративно-прикладное искусство. А такие промыслы, как гжель, хохлома, жестово, вообще бы не существовали. Одним из основоположников европейского цветочного натюрморта считается Ян Брейгель, Бархатный, живший в Южных Нидерландах, 1568 год, 1625. Позднее, особенно со второй половины прошлого столетия, многие живописцы все чаще обращаются к этому виду натюрморта. Ведь цветы дают возможность выразить всю сложность внутреннего состояния, спокойную созерцательность и философские раздумья, а также светлую грусть и бурную радость. Художник изображает цветы, а цветы рассказывает о художнике, о его характере, отношении к жизни, к людям и к себе самому. Способен ли он разглядеть подлинную сущность явлений, увидеть прекрасное в скромном, а большое в малом? Все пробелы в обучении тотчас скажутся, как только график или живописец возьмется за изображение цветов. К тому же, кто мечтает стать настоящим мастером, цветы помогут развить вкус, овладеть профессиональной грамотой, дадут понимание законам формы, цветотени, колорита, воспитают способность анализировать и обобщать. Цветок нельзя писать как-нибудь или так себе, простыми мазочками. Его надо изучить и так же глубоко изучить, как и все другое. Цветы – великие учителя художников. Для того, чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В розах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах. И в каждом цветке, особенно в сирене или букете полевых цветов, надо разбираться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока уловишь логику построения, выведешь законы и сочетания. Запечатлеть – это еще не все. Подлинный успех придет, если цветы так заворожили, что нельзя не взяться за карандаш или кисти. Да и Нека говорил, что настоящие розы даже в картине должны словно излучать запах, иначе они будут фальшивы и в них не поверишь.